всем привет дорогие друзья меня зовут гудмен и мы продолжаем проходить игру охотники за тайнами войд ух так ах я помню свое свою самую большую проблему это сцены поиска и я остановился на одной из них вообще получается у нас уже есть два тела и призрак актрисы значит живых в этой истории не будет единственный вопрос в каком состоянии находится войд который якобы считался погибшим и представляет ли он какую-то угрозу для нас но я думаю скорее всего да и я не удивлюсь если разработчики подумают его использовать следующих частях как главного антагониста и главного злодея там не не знаю всей истории как это в папы шоу в первых частях там дальше вроде бы я еще не дошел не знаю но дальше вроде бы там уже будет не фелиция это я пропа подшел возможно здесь разработчик что-нибудь похоже использует но не знаю друзья не будем забегать вперед кстати напомню сразу если вы захотите чтобы я прошел вторую часть опять же это все зависит от спонсоров и если они проголосуют или предложат прохождение данной игры то в общем потом уже будет выбор за остальными зрителями то есть пока у меня есть какое-то время я расскажу как это все происходит то есть спонсор раз в месяц выбирают или точнее составляют список игр возможных для прохождения в каждом месяце то есть примерно до пяти игр я выбираю там самолично где-то больше может быть игр где-то меньше может быть игр но в любом случае будет не более пяти и потом уже после этого вы дорогие друзья просто обычные подписчики зрители сторонние какие-то прохожие которые просто зашли на канал что-то посмотреть вы уже можете сами проголосовать за игру которую хотели бы что и чтобы я прошел в наступающем месяце то есть вот стратегии именно такая я не знаю насколько она приживется потому что я пытаюсь найти какой-то вот идеальный вариант чтобы совпадало и по времени и были какие-то небольшие но привилегии у спонсоров то есть людей которые помогают мне в развитии канала и в то же время зритель обычный тоже не был забыт так что мы взяли мы взяли монету монета это слушать это не сколы случаем связано будет как а смысле починить и и и и да это очень интересно да есть этот глюк странный такого видите есть то так выделяется то теперь вся локация какая-то вау а это я никогда кстати не видел что самый любопытный в прошлый раз играл я даже это не замечал то есть мне сперва надо предохранитель починить у меня только монетка подождите что вообще еще осталось по моему здесь я абсолютно все завершил да тут делать нечего здесь мы тоже все закончили там осталось монетка тут все тут надо обувь так а где тогда мне предохранитель взять весьма странно весьма странно я не удивлюсь если он на какой-то локации какая-то маленькая кнопочка где-то валяется это будет предохранитель я просто это пропустил потому что по идее друзья как бы ну все монетку я должен до монетка явно используется здесь а мне здесь нужен предохранитель я нахожу предохранитель использую здесь включая автомат выигрываю обувь с шипами там или альпинистское снаряжение как они тут назовут его не знаю вот и дальше уже с этим оборудованием я двигаюсь дальше я более чем уверен что сценарий именно такой значит загвоздка вся конкретно идет предохранители а я не знаю где предохранитель просто жесть да вот это вот под локация какая-то у меня сложная получается в прошлый раз еле-еле прошел и сейчас не знаю что делать ух ты обувь так просто все смотрите лежала сверху это друзья косяки все моего прошлого прохождения видите как все-таки неудачно получилось все так холодильник обмотан веревкой там что-то можно разрезать но главное что мы не знаем что делать дальше так автомат будет работать и и так ну так Продолжение следует... Ну, пока вроде бы... Ой, все понятно, как это работает. Не очень сложный пазл, и в то же время... Кстати, что тут написано? Ви... Ви... Стоп, как нет... Правильной последовательности... Ну вот я жму В и... Войт... Войт клад может... А это О, блин... А если это О? А тут не имеет значения. Войт кола, значит... У меня, друзья, забавный случай недавно был. Кто следит за... Кто бывает на стримах, тот знает, что я там очень часто рассказываю про различные игры, которые прохожу в текущий момент, и там какие-то советы бывают даю. Так вот... Проходил недавно я... Лего Супер Марвел Херос... И... Там, короче, ну... Я уже не буду там... Вдаваться в суть всей игры, что там, да как, зачем и почему. Суть такова. Там куча мини-игр, в общем, у меня... Такая ситуация была... Ходил по городу, нашел какой-то разрушенный магазин. Точнее, как разрушенный магазин. Магазин в целости и сохранности, но слетела вывеска. И валяется четыре буквы. Е-О-Л-Джи. Что я только не придумывал, друзья. Глео. Пол-Гео. Голя там что-то. А на самом деле, блин, я только потом понял, как же все было просто. Просто слово Лего. Я еще думаю, а магазин одежды? Что они там могут придумать? Какое-то дурацкое название. А как все просто было? То есть, иногда вот самые простые решения, они оказываются правильными. А когда начинаешь все усложнять... Так, кстати, бывает и в жизни. Просто в каких-то обычных таких вопросах. Ну, вот как у вас такое было, не знаю, или не было. Но у меня вот пару раз такое было. Люблю я что-то в жизни все усложнять. И порой это переносится на игры. То есть, то, что можно сделать просто, я начинаю что-то выдумывать. Поэтому будьте всегда внимательны. Как, не помню, кто сказал, кто-то из детективов или киногероев, или художественных героев, что самое простое как раз вот именно всегда не самое очевидное. То есть, самое простое решение, но всегда не самое очевидное. Но самое правильное. Зажигалка и рамка. Ну, слушайте, рамка это, наверное, просто по контуру надо поводить. Вон какая-то рамка, да. И зажигалка. Ну, вот зажигалка, она так любит сливаться. Видите, какая зажигалка необычного цвета. И вот у нас ключ, друзья. Ура, ура, ура. Мы решаем пазл и едем куда-то дальше. Так, первый шаг готов. А где, кстати, вся эта инструкция была? Второй шаг, кнопочки идти надо понажимать. Один, два, три. Третий шаг здесь. Четыре рычаг, пять другой рычаг. Так. Может, как все сложно. Неужели так и вправду надо все делать это? Рычаг у автомобиля это обычная педаль. Что, если я не успел почитать, друзья? А, покручу, наверное. Как бы я так не разгонялся бы, потому что у всего есть конец. А сейчас в стену въедем. И будет не очень хорошо. Так. Конечная станция какая она причудливая. Мне кажется ли действительно... Да. Вроде читаю немедленно, а все равно как-то это... Так. Головокружительная поездка через тоннель закончилась на роскошно обставленной станции. Похоже, что здесь туристы могли бы садиться, чтобы поехать в гостиницу или лунопарк. Мне кажется ли я действительно чувствую запах дыма в воздухе. Так, здесь нужен какой-то причудливый ключ или форма. Кам она сказала, да? То есть, иди за мной, следуй за мной. Я очутился в холле особняка Воид. Дыра в лестнице, это выход со станции метро. Похоже, что мой призрачный друг ехал на поезде вместе со мной. Она появилась на лестнице, чтобы сказать, следуйте за мной. Ну, значит, Кам сказал, да. Ух ты! Белый автомобиль протаранил крыльцо особняка. Водитель был явно не в себе. Я уверен, что в нем есть что-то интересное. Но там сигнализация. Нужно найти ключ. Потому что я просто хотел вернуться на старую локацию. А тут... А тут... Прям автомобиль. Ни влево, ни вправо. Ничего больше не берется. Только авто одно. Фигурка какая-то. И что это? На какой схеме? А-а-а! Вы серьезно? Такой глупый пазл. И вы его впихнули сюда. Нет, неправильно. Надо начинать сразу. Сделаем целый поток, друзья. Видите, там... Одно в другое будет перетекать у нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Так, дальше Сундук с молоточком в виде льва Похоже, не хватает кольца и челюсти животного То есть, всего не хватает В смысле? Это я через такую щель влез? Ага, все понятно Так, а что здесь? А у нас как раз есть Этот самый ключ А это сцена поиска Самая обычная В общем, ищем Что-то у меня по ощущениям Раз это уже особняк нашего Войда То, наверное, финал уже не за горами Может быть, мы и сегодня это осилим Хотя, если закидают меня сценами поиска То, может быть, я и не смогу сегодня справиться Ох Вышел, вышел, вышел Так, фигурка пожарного, значит Видимо, этот предмет мы возьмем с собой Мне так кажется Так, осталась кружка Ну, это не сложно Фигурка? Нет Что там за огнетушитель, что ли? Огнетушитель Зачем? Ну, как бы... Да Так, это что? Кольцо Не входить здесь смерть Кто-то заложил эту дверь Так, давайте кольцо используем А там что-то про челюсть говорили Брелок Противогаз Как будто, слушайте, готовились Так, у меня какая-то фигурка Была Ага То есть, головы меняются Тело меняется Ноги не меняются Абрикадабра Абрикадабра Так, ну Тросточка Это явно у злодея Да уж, мило-мило Абрикадабра Взяли ключ от багажника Я так полагаю Из санопоиска Стандартный вариант для игр Такого жанра Что в багажнике Вечно бардак Вот И если есть машина То, собственно Там точно будет сцена поиска Ну, не всегда Но очень часто это работает Хотя, вот в Truefair Forsaken Souls Если мне память не изменяет Там как раз вот машина Довольно все пусто было Я аж тогда помню Когда проходил, удивился Что Там лежало только пару инструментов И все Обычно тут завалено Всяким хламом Как говорится Я всегда с собой беру Все, что может понадобиться мне в деле Так и здесь А тут А там был Я приятно, наверное Даже удивлен Так, остался мяч Ну, вроде бы Ничего сложного Да, хорошо Огнемет То есть Огня тебе мало Да, то есть Надо еще огнеметик взять Так Так Я натолкнулся на замурованную дверь Кто-то написал Зловещее сообщение Не входить Здесь смерть Пугает Кладка свежая Попробую что-нибудь придумать Там кто-то замурован Скорее всего Как только я вошел в зал То почувствовал запах дыма Где я начал свое расследование Были в огне Без сомнения Сириус Лой думает Что сможет сжечь Улики своего преступления Но я потушу Огонь И спасу Что смогу Как только найду Противогаз И огнетушитель Белый автомобиль Протаранил Это я читал У автомобиля Есть коробка Украшенная Знакомыми статуэтками Очевидно Кто-то узнал Что эти персонажи Будут главными В этом Запутанном деле Прежде чем произошло Это драматическое событие Но кто этот поставщик Постановщик Сириус Войт Так И у нас есть еще Огнетушитель Нет Странно Это сами просили Так Все Блин Вот видите Я друзья Все таки Накаркал Повторные сцены Поиска Пошли Ну что самое Интересное Я конечно Помнить не могу Потому что Их столько Было сегодня Но мне кажется Что Предметы Не повторяются Как-то Их маловато Здесь Для Стандартного Варианта Этой игры То есть Разработчики Очень хитро Решили умудрить Замудрить Все И к слову Кстати Гораздо меньше Заметок Стало Обратите внимание То есть Раньше Там Там Какой-то Плакат На стене Что-то Еще И всегда Там были Какие-то Записки Хотя С другой Стороны В данном Случай Наверное Уже Большая Часть Истории Понятна И Все Идет Просто К Завершению Так Остались Самые Сложные Предметы Две Рыбы Меч И Веер Странно Что И меч Не Вижу Может Какой Игрушечный Там Я Не Знаю Типа Того Вот Не знаю Чего Я Взял Какую-то Книгу Зачем Мне Книга То есть Абсолютно Все Нет Что-то Еще Где-то Тут Было Ага Петрожопы Какой А вон И Скелет Чей Это Кстати Обратите Внимание Нужно Нужно Чем-то Взять Шарик Из Камина Давайте Потушим И возьмем Хоть Чем Угодно Хоть И не знаю Там Хоть Носом Возьми Нет 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 Здесь Ничего Нету Хорошо Хорошо Возвращаемся Назад Смотрим Что Здесь Не Входить Как бы Быстро Роли 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 Это Это Дух Агресс 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 Если Идет Раздвоение Личности То Что Я только Сейчас Про это Подумал Что Разработчик Вроде Как Хотел Наверное Кого-то Запутать Этим Но В современном Мире Эти Ходы Уже Просто Читаются На Раз Два Что Это Не Два Разных Человека А Это Просто Психический Диагноз Корабль Два Раза Нажимал Так А вот Теперь Мы Шарик Можем Вытащить Любит Книги Наверное Кто-то Сделал Мне Подарок Оставив Огнемет В багажнике Автомобиля Из шершни Не было Шансов На балконе Меня Ждало Новое Ждало Новое Чудо Горилла Носящие Очки Похоже Она Сбежала Из Волшебного Леса Нужно Ее Отвлечь Чтобы Взять То Что У Нее Под Ногами А мне Как раз Шарик Я знаю Где он Лежит Давайте Вернемся Назад По-моему Как-то Вот Пустовато Друзья Немного Или Мне так Кажется Я не знаю Но мне Как-то Вот Все-таки Действий Меньше Стало Надеюсь Я ничего Не пропускаю Как-то Очень Все Быстро Решается Здесь Может Я в таком Настроении Знаете Супер Агрессивном Так Ну Эти Пазлы Я люблю Только Вопрос Куда Надо Попасть Вы Мне Расскажите А Сюда Ну Все Понятно Так А Как Тут Можно Придумать Так Вроде Да Туда Нет Пик Все Я Решил Уже Что Дальше Нет Все-таки С текстом Я был Неправ Довольно Много Текста И Достаточно Наверное На данном Этапе Игры Будет Придлежать Только Мне Эта Игра Настолько Опасна Что Я Заслуживаю Оскара Но Я Довольный Выйду Победительницей Душечка Переулочка Так Что Нам Дали ID Карта И Противогаз Ну Наверное Если Пароль С нас Не Буду Спрашивать То Наверное Можно И Пройти Так ID Карта Ребекки Тэтчер Открыла Дверь В Последнюю Тайну Войда Я Думаю Что Готов Ко Всему А Там Кто Его Знает Дверь Захлопнулась Еще Одна Ловушка Поздравляю Детектив Вы Смогли Так Близко Подойти К Разрешению Загадки Добродите Вас Я Пытаюсь Остановить Вас Но Вы Были Очень Уперты Вы Не Оставляете Мне Шансов Блин Ну Можно Помедленнее Я Даже Не Успеваю Перевести Блин Для Всех У Есть Противогаз Так Что Это Как Б Противогаз Одевай Балда Че Заем Да Так Че Взял Ключ Часть Фольги Это Ключ Ключ Чет Кого Домофона Честно Мне Больше Напоминает Вот Типа От Так Так И Что Это Нажмите Старт Панель Слева Включит Покажет Комбинацию Запомните Эту Комбинацию Восправить И И И И И И И И И Панели Где Комбинация Ну Хорошо Хорошо Так Что Это Я Сделал Да А Я Только Верхний Замок Открыл Надо Еще Нижний Открыть Короче Друзья Только Пол Дела Я Сделал Надо Еще Копаться Дальше Что Сейчас Шпилька У Шпилька Мы Сейчас Тут Делов Наделаем Это Точно Так Ну С виду Как Да Не Очень Сложно Сириус Призрак Пытались Закрыть Меня В комнате С ядовитым Газом Мне удалось Убежать Несмотря На все Уловки Преступников Газовая Камера Привела Библиотеку Малиуса Воида Его Инвалидное Кресло Сломано Что Касается Человека Он Исчез Растворился Снова Воздухе Воина Финал Точно Где-то Рядом Друзья Надеюсь Блин Самое Что Это Очень Часто Так Бывает Я Столько Раз Это Говорил Своих Прохождения В итоге Блин Я Просто Не Успевал Пройти Знаете Может Сегодня Просто Поиграть До Победы Даже Если Будет Полтора Часа Может Быть И Закончить Потому Что Что Я Кстати Вот Интересно Посмотреть На Бонус Потому Что В Тех Годах Бонус Как Правило Никто Не Делал И Если Даже Было Какое-то Коллекционное Издание Но Как Правило Включало В себя Просто Дополнительный Материал Там Какая-то Переигровка Сцен Как Б Максимум Здесь Есть Бонус То В Принципе Я Не Помню У Мистер Кейс Файлз Но По Моему У Них Тоже Не Сразу Это Появилось И Возможно Если Здесь Появится Я Вот Кстати Даже Не Помню В Какой Игре Впервые Появились Бонусные Главы Где-то Аж Они Появились Уже Столько Предметов А я Как-то Плаваю В Материале Хоть Что-то Пошло Блин Две Пули Вы Серьезно Две Гребаных Пули Где Я Искать Буду Ракушка Пух Задача Не Из Легких Так Что С Пулей Делать Шприц Не То Да С Пулей А Пули Видно Все Отлично Друзья Супер У нас Есть Эземпляр Какой-то Книги Вот И Он Ж Тоже Как Призрак По-моему Или Просто Такая Хреновая Анимация Здесь Ловушка Естественно Сириус Вот Сбежал Я Видел Как Он Выбрался Во Внутренний Дворик Я Попытался Преследовать Но Двери Захлопнулись Перед Моим Носом Здесь Система С Невидимым Датчиком Близости Невозможно Найти Механизм Тревоги Невооруженным Глазом Механический Рояль В библиотеке Необычный Инструмент Для него Нужны Специальные Ноты Нужно Попробовать Ее Найти А Если У нас Там Какая Книженция Была Может Это Нет Это Что То Не То Есть Второй Этаж Наверное Возвращаться Назад Нет А Что Что Было Еще С Фольгой Связано Да 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 То Ну Еще если бы не убийственные дозы психотропных лекарств мой пациент был бы уничтожен между сириусом воидом и ребеккой течи развилась парадоксальная связь все просто вторая личность малюса войда безумно влюбилась не трудно сделать вывод но ну видите для кого-то вот в данный момент это возможно был бы какой-то вот такой sensation но не для нас вал на книге в правильном порядке какой правильный порядок ник всего сколько раз два три 4 5 правильный порядок какой правильный по толщине может быть нету тяжело так на глаз определить тут кстати как вариант может быть как-то по уровням что-то идти то есть доктор джекил и мистер хайт это последнее будет то не тут как-то тяжело поставить отлично все понятно что дальше эх вы но сцена поиска здесь видно не очень большая потому что предметов здесь не очень много уже чувствуется главное в очередной раз не на карты что все просто то бывает совсем не просто отличненько мы взяли отражатель вот какие-то кубики библиотеке много интересных вещей сумка забытая доктором он и не знал что никогда не вернется за ней закрытая дверь со странным замком и книжная полка на которой нет книги у меня есть догадка что книжная полка секретное место что у нас осталось схема вы представляете что это за пазл такой это очень сложная загадка друзья могу сказать вам сразу без какой-либо у тайки это очень сложный пазл просто охренеть насколько он сложный по процентов надо вот эти ложить начале да уж ребятки вам явно палец в рот не ложе просто жесть вон смотрите я положил то что надо чтобы использовалась вот этот пазл я могу решать и целый час честное слово он очень сложная уже это вижу самый идеальный вариант был с 5 из вот этот вот в пазл мог бы куда-то по кусочкам разложить и тут что-то не хватает все равно вот это верху будет абсолютно точно смотрите видите то есть вот это вот должна еще идти ниже то есть надо либо его ставить еще выше на какой-то пустой вот так типа надо еще проверять все вот эти кусочки чтобы они совпадали только вот так это не факт что правильно то есть примеру вот если я тут уберу возможно он подойдет видите как получается он как раз кусочек здесь смотрите ступенчатый пазл объемная головоломка это даже вот вот это проще было бы решить просто имея ее перед собой перед глазами но никак не таким образом так мне нравится что вот здесь какие-то эти грани остаются невидимы это может плохо кончится для меня нет явно не так скорее как-то блин нет что-то не то то есть раз ты идешь здесь стоп а это что смотрите ту же нарисовано что-то надо найти кстати отсюда можно двигать смотрите вот так будет сто процентов все я нашел очень важное место момент я нашел кусочек пазла можно сюда все кидать которого все начинается вот она это очень важно так а теперь бы найти вот здесь нужную деталь вот она нет 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 и а ты так хорошо а дальше что дальше к суда положу похоже но вроде да нет 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 если мы это куда-то уберем это по-любому надо убрать и вот это надо убрать это надо тоже убрать нет 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 не смотрится так уберу я тебе сюда опа так а тут походу надо подставлять надо поднимать наверное надо поднимать на одну надо поднимать мне так кажется я другого выхода не вижу просто нет ничего поднимать не надо куда тогда вот эти девать непонятно может типа как то так да друзья мы типа собрали но но что-то не то что то вот здесь не то с объемом как будто надо вот здесь некрасиво то есть надо тут как-то не смотрится ну то есть круг тоже правильно в принципе сделан вот тут что-то не то если вот что-то ставится нет что-то не то если это уберу поставлю эту нет а все понятно да мега пазл блин оценка пазл наверное не знаю по десяти баллины баллов 8 давно так мой мозг в этих играх не трудился так что дальше эта комната как из кинофильма со шкафом в углу и новым оборудованием для стрельбы у меня такое чувство что актриса провела здесь много времени похоже что компьютер управляет всей системой возможно нужно нажать на кнопку play механические 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 рояль это мы читали сцену поиска блин я так страдал я так наслаждался в то же время вы мне даете сцену поиска опять правда опять здесь не очень много предметов то есть в принципе когда получим ачивку тогда сразу же можно говорить что все сцен поиска больше не будет хотя еще бонусная же глава есть если есть если есть это коллектор с эдишен и наверное есть так это что но ты голографический проектор тайна создания призраков войд использовал рыбаку чтобы слушайте мы про это говорили обратите внимание так тайное место алтарь посвященный моей возлюбленной я кропотливо собирал ее вещи и спрятал их в зеркале никто не знает что я здесь поклоняюсь ей даже малиус ужасное предчувствие охватывает меня код замка к моему алтарю дом швейцара доктор джекил и мист мы там уже сами догадались интересно что здесь что здесь пе 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 папер что ли пе п wash пе п а а а а а Ну, придется начинать сначала, наверняка. Где сброс? Где сброс? Ах ты ж, блин, как? Каждый раз меняется картинка, любопытно. Лучше бы не сделали, как мне кажется, они штрафовали бы за неправильные ответы, а за правильные, наоборот, бы как бы ничего не снимали, и количество ходов поменьше сделали бы, тогда, мне кажется, было бы немножко интереснее. Повезло, тут походу ошибаться вообще нельзя, я даже вот не знаю по поводу этих мелких таких деталек, надо ли их тут до конца все соединять. То есть, краешки эти надо, вот это вот надо открывать, нет, я, наверное, пока не буду открывать, кликов осталось мало. Это в ноль надо выйти, получается, слушайте, они все загадки все сложнее и сложнее делают. Актриса не призрак, а голографическое изображение, даже зеркало в ее руке невиальное. Так, раскрыта еще одна тайна, призрак актриса фальшивка, Сириус Водь придумал совершенно новую технологию, живые голографические изображения. Как только я включил систему, появилась голографическая копия Ребекки Тэтчер, эта призрачная женщина уронила на пол зеркала. Гологические изображения Сириуса, копии биоэнергии, реальных людей. Браво Ребекка Тэтчер за ее роль навязчивого фантома. Так, с этим мы разобрались, ну что, с вещами на выход тогда? Тут мы тоже, по-моему, все сделали. Тут у нас, стоп, там что-то блестело. Так. Приблизительно 10 лет назад я перенес изнурительную болезнь, которая оставила меня в инвалидном кресле, но даже не коснулась Сириуса. Мое второе Я оказалось намного более сильное, чем я. Когда Сириус завладевает, я могу ходить, используя нечеловеческую силу. Кроме того, Сириус столь же изобретательный, выдающийся, как я. Поскольку время шло, а Сириус не допускал меня, я вызвал доктора Айзенш... ПИЦА Лекарства, выписанные им, успокоили Сириуса. Тогда я начал строить мир Войда, мою империю. По разным причинам три человека приехали в особняк в этом году. Писатель, фокусник и актриса. Когда приехал Рбека Тэтчер, Сириус вернулся с удвоенной силой. И все пошло наперекосяк. Вы знаете, то, что потом доктор умер скорее всего не без помощи Сириуса, мое лечение закончилось. Прощайте и простите меня за все. Искренне ваш, Малюс. Ой. Такая вот грустная история. Так, ну первый палач, правильно? Потом... Ага, это тросточка или что это? Давайте разберем лучше все сразу, чтобы потом не ошибаться. Компас, это будет корабль. Лупа, это Холмс. Меч, это рыцарь. И не знаю, что это такое. Стрела, это сердце. Коса, это смерть. То есть, если это... Вот это что такое, я не понимаю. А еще мышка, это сыр. Значит, это кукла, наверное, просто как типа шила. Корабль, Холмс, мышь. Это ж мышка. А что не так? Палач. Кукла. Корабль. Лупа. Рыцарь. Сыр. А я, наверное, меч не заметил. Смерть и сердце. Это пусть, когда вы задолбали уже. Так, добьюсь сегодня тебя или нет? Ну, мне кажется, уже нет смысла оставлять на следующий раз, друзья. Тут, мне кажется, вот уже признательные какие-то слова были сделаны. В целом, вы знаете, довольно грустная история на самом деле. То есть, человек борется со второй личностью, понимает, что она есть. Хотя, если вот копнуть поглубже, то много людей даже не понимает, что есть у кого-то вторая сторона. И порой вторая сторона может совершать, ну, всякие различные нехорошие вещи. Это в фильмах было обыграно. Но, как правило, не так все плохо. То есть, в большинстве случаев такое не происходит. Просто вы иногда на какие-то секунды можете просто не понимать, что как бы вы были не вы. То есть, это даже можно не заметить. И вторая сторона человека может с тобой общаться, продолжая беседу первой стороны. Но там разные случаи есть. Как тяжелый, так и не очень. Так, бритва. Но это не бритва, это лезвие. Какая же это бритва? Ну, собственно... Ну, собственно... Все не так уж и плохо. Все? Ах ты ж собака, уезжаешь от нас. А у нас супермашина. Хотя бы пробил бы... Слушайте, умный-то умный, а пробить колеса не мог. Нашему детективу, чтобы он никуда не ехал за ним. Ну, тут все кончено, я так думаю. А может и нет. Смотрите. Это была безумная гонка гостиницы. Но похоже, что Сириус потерял управление. Какая-то музыка даже такая забавная. Так, факты из дела. Так, это один человек. Смертельную дозу морфия. Приехал в особняк, чтобы разобраться с лунопарком. Писатель увидел монстров, созданных в золоте. А актриса приехала в особняк, чтобы стать бессмертным. И побороть страх. А, ну, это... В общем-то... Читаем заключение. Все исчезнувшие люди сами организовали свое исчезновение. Таким образом, маскируя свои истинные намерения. Доктор, фокусник и писатель были убиты Сириусом и актрисой. Актриса — тайная вдохновительница всей истории. Кстати, мы вот ее мертвой не нашли. То есть, она еще в теории может быть жива. Знакомая, друзья, локация, не так ли? Где классный медведь был все это время? Так, айди-карт. Один из четырех. Нужно восстановить айди-карт. А у нас что там? Куб какой-то чертов и батарейка. Зачем это надо? Так, селектор связи полностью вышел из строя. Единственное, как можно открыть, найти и собрать часть айди-карты void. Это может открыть любую дверь в гостинице. Если я вставлю карту в селекторскую, в селекторную связь, дверь откроется. Электрический замок слома, нужно найти батарейку. Батарейка есть. Батарейка есть. А как это соединяется, понять не могу. М-м-м. Но в среднем возле трех. оу-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. я не понимаю как это замкнуть, что значит замкнуть в чем проблема? друзья, я не электрик и вот это сейчас вообще не понимаю как понять замкнуть... что значит замкнуть? нет друзья все-таки сегодня я не осилию эту игру как я и боялся не успею я это сделать да потому что так спешить 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 и ты начинаешь меньше думать давайте на сегодня завершим это прохождение я заодно этот пазл попробую решить сам в общем если получится верхнюю часть решить тогда потом уже нижнюю буду решать с вами вот друзья поэтому мне кажется осталось уже буквально немножко там не больше получаса но опять же не хочется забегать вперед потому что какой-нибудь сложный пазл вполне может застопорить все прохождение вот как с этими батарейками непонятными для меня лично реально это сложно я не электрик и не умею вот в этих схемах копаться и замкнуть я что-то вот вроде бы какие-то варианты пробовал и почему-то это не работало надо будет попытаться еще на досуге но на сегодня все большое вам спасибо за просмотр играйте только хорошие игры всем пока пока и до новых встреч а